Эти давно уже не юные барабанщики начинающие шаманы. Отдаленно они чем-то напоминают пионеров. Много идей, лозунгов, атрибутов, но главное такое же неуемное желание провести очередное коллективное мероприятие. Все коллективные мероприятия необходимы для того, чтобы повлиять на параллельный мир. А параллельный мир, чтобы повлиял на наш мир. Именно так, соотнеся параллельное с перпендикулярным, становятся настоящими шаманами и занимаются потусторонними измерениями. В Нью-Йорке искусство общения со всякими нематериальными субстанциями обучают в специальных группах. Например, шаманствующая организация «Барабанный круг» предпочитает вступать в контакт несколько раз в году, причем на свежем воздухе. Окружающая среда, хоть и порядком загрязненная, помогает налаживать связи с духами и привидениями даже новичкам. Мы работали с одним шаманом из Бразилии. Так вот, он считает, что каждый человек в душе шаман. Он верит, что буквально у всех есть потенциальная шаманская сила и способности к перемещению духа в параллельные миры. Для того, чтобы душа начинающего шамана в своих блужданиях по заоблачным и загробным далям не заблудилась окончательно, процесс контролируют наставники. В повседневной жизни это страдающие своеобразным раздвоением личности, программисты, рекламные агенты и даже учителя. Свободные художники в такой самодельности участие обычно не принимают. В любой альтернативной сфере, будь то медицина, религия или философия, сейчас сотни и тысячи псевдоучителей, лжеучителей. Я себя не хочу к ним причислять. А это просто в стиль жизни. Ну, поколение, скажем, наркореволюции, секс-революции 60-70-х годов. То есть это поколение как бы хиппи. Подобный стиль жизни находит свое отражение во всем. Даже в одежде нью-йоркские шаманы намного демократичнее своих страдающих фетишизмом заморских коллег. Например, бурятские женщины на подобные мероприятия ходят без штанов, только в юбках. Согласно поверью, брюки на женских бедрах к большим катаклизмам. Настолько большим, что без профессиональных шаманов уже не обойтись. Другими словами, если в мыслях появилась идея купить новый брючный костюм, следует запастись адресом друидов. Или вуду. А еще лучше отправиться в Сибирь. Вот почему мы ездим в Амазонию и Сибирь. Раньше шаманы из этих мест держали всю информацию о параллельных мирах в секрете. Но сейчас чувствуют, что пришла пора передать свою мудрость другим. Иначе они так и умрут с этими секретами. А если они не передадут их нам, мир просто может быть разрушен. Очередная попытка очистить мир от скверны закончилась. Шаман сделал свое дело, шаман может уходить. Нина Вишнева, Ефим Ремаренко, НТВ Интернашнл, Нью-Йорк. Сибирь, Ефим Ремаренко, Нью-Йорк.